Создание культурного образа России, вот чисто конкретно, что вы делаете, представьтесь и расскажите о словах о вашем опыте в этой области и чем это полезно. Можно с вас начать? Небольшое заведение, где была маленькая галерея, у нас выступал, каждый вечер, почти первый отзыв Сергей Шнуров, который сейчас уже стал известным, а тогда был никому неизвестным и собирал 20 человек в наши квартиры прямо на концерты. Ну и потом все это развивалось очень медленно, все потихоньку, я ушел в журналистику, работал в Форбсе, работал в Голице-Ведомости, даже немножко работал в Голице-Журнале Табли, а потом ушел, вернулся обратно в семью и продолжили ресторанное дело. Но мы всегда для нас бизнес-ресторанное, это было возможностью заняться какими-то культурными проектами. А в Москве у нас самый большой наш ресторан, это скафа Маркова, музей современного искусства. И вот буквально 2 месяца назад мы открыли в Лундене Данжак, это один из брендов, который есть в Москве, это французская брасери, но опять же, поскольку выходить на новый рынок очень сложно, понятно, что просто с концепцией брасери. И все, и мы продолжили эту культурную цепочку, которую мы развиваем последние 15 лет в наших заведениях. И в Голице-Ведомости, мы делаем здесь тоже и выставки, и выступления, чтобы вам не знаю, я была у нас в один раз. Мы делаем буквально в 20 понедельник открывается выставка «Магика Мамышева Мадро». Приходите, такой недавно, к сожалению, умер, невероятный такой современный наш современник, художник, очень интересный, я тут была в Голице-Ведомости, в Музее современного искусства. Вот, и мы, собственно говоря, даже у нас нет цели создать какой-то образ России, это у нас есть цель, мы, это вообще наш бизнес, это наше дело, и это, я еще подробнее об этом поговорю, как это культура и бизнес связаны. Но, в общем, для нас, как бы, бизнес, это средство заниматься культурой, и поэтому у нас существует бизнес. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но логика, в общем, такая. Спасибо, Света. Может быть, вы продолжите тогда? Я так только должен, я очень ответственно подошла и написала тезис. Потом, может быть, я услышлю у тебя, Дмитрия, а потом не слышу. Как вам удобно? Потому что очень теоретически. Нет, теоретически мы, еще будут вопросы потом. Нам хочется, если возможно, вот очень сжато, сжато несколько минут, а потом мы выйдем, потом уже рассматриваем представление, да, а потом начнем уже работать с вопросами. Добрый день. И, во-первых, хочу поблагодарить организаторов конференции за то, что они включили такую, на мой взгляд, очень важную, актуальную дискуссию в свою программу. И, ну, что касается моего опыта, я, в отличие от Игоря Циканова, Ники Борисова и Аксенова, я как раз представляю другую сторону вот этих отношений бизнес-культуры. Весь мой опыт работы был в сфере культуры. Я закончила Московский университет искусствовед по образованию. Когда я приехала в Лондон 25 лет назад, я решила, что русской культуры здесь не хватает. И основала организацию, которая называется «Академия Росика», потому что в тот момент она была очень тесно связана с Оксфордом и с Кембриджем. И с самого начала мы решили, что классическую культуру знают в Англии очень хорошо, а современную культуру совсем не знают, они очень мало знают. И поэтому не понимают, что происходит в России, понимают за опаздыванием. Поэтому моя задача была представлять современную русскую культуру английской аудитории. И последние 7 лет мы проводим каждый год фестиваль русского кино, фестиваль русской литературы и слова. И, как мне говорят, это лучшие русские фестивали, проходящие за рубежом. И мне кажется, что Лондон вообще-то культурная столица мира. Поэтому очень важно, чтобы именно здесь были лучшие фестивали, лучшие русские фестивали. Через которые русские лондонцы репрезентировали себя английскому, британскому обществу. Он у меня, по-моему, работает. Добрый день. Значит, я являюсь основателем и владельцем компании RDI Group. Компания занимается девелопментом в московском регионе. Строительством больших жилых комплексов в Ближнем Подмосковье. В прошлом году мы передали нашим клиентам около 4 тысяч квартир жилья. То есть это довольно такой, выше среднего объема строительства в московском регионе. Занимаясь девелопментом, мы стараемся предоставить нашим клиентам современный продукт. Это современный образ жизни, современная архитектура, современный дизайн. Социальная, культурная инфраструктура. И естественным дополнением к этому бизнесу стало мое увеличение современным искусством. Это произошло где-то лет 8 назад, благодаря в том числе присутствующему здесь Игорю Цуканову. То есть мне очень впечатлил его кейс, как человек быстро создает культурную ценность, которая становится значимой в мировом контексте, в общем-то, подойдя как к такому бизнес-проекту. Мне это очень импонировало. И, в общем, я затеревался. По разным причинам стало увлекаться, с одной стороны, коллекционирование современного искусства российского, в первую очередь. А вторая часть этого стала тратить время и силы на культурные проекты, на культурную инфраструктуру. Потому что я обнаружил, что соотношение нашего культурного прошлого и нашего экономического будущего с состоянием культуры в России неадекватное. Культурная недоразбит культурная инфраструктура. Поэтому нашел возможность тратить много времени и сил на участие в развитии культурной инфраструктуры. В результате я оказался в большом количестве попечительских советов культурных институций, как в России, так и за рубежом. Поскольку модернизация требует знаний и лучших практик, а они, конечно же, находятся за рубежом. Поэтому, в частности, я хожу в комитет по российскому и восточноевропейскому искусству в ТЭТе. Моден. Я вхожу в Кюрчийский совет Альбертина. Это музей графики в Австрии. Является, наверное, крупнейшая коллекция графики в мире. Ну и так далее. Большое количество институций в России. Также я, по стечению обстоятельств, являюсь основателем ярмарки современного искусства в Вене, чей фокус – это восточноевропейское, центральное и восточноевропейское современное искусство. Вот таким образом я оказался здесь. Игорь, с чего у вас можно? Меня пригласим. Спасибо. Скажу несколько слов о себе. Я заканчивал Московский университет в 1984 году. Потом работал в Академии наук. Ну и с 1992 года, он, наверное, в 2011, я занимался в основном бизнесом. Вот, а где-то в начале 2000 года так получилось, что я начал интересоваться искусством. И потом это превратилось в такой большой проект. Сейчас я уже закончил свою бизнес-карьеру. В последние годы я в основном занимаюсь филотомпическими проектами, в том числе в искусстве, в музыке, в образовании. Вот, и смысл того, что я делаю, ну, есть, как бы, несколько разных направлений, но, например, ну, одна из миссий в области искусства, в области арта, да, она состоит в том, чтобы как-то сформулировать и представить российское или даже советское в то время после войны искусство как некий самостоятельный этап в истории европейского искусства и добавить, по сути, этот период к тому, что весь мир знает широкое искусство, это, конечно, авангард, то есть, когда, если, как бы, в результате усилий, которые, кстати, расписаны просто по годам, как-то удастся вот сформулировать такой второй этап, это, я считаю, будет главной, ну, есть главная задача, чем я занимаюсь. Вот, в области музыки, да, и оно, а средством для этого прежде всего являются большие, именно очень большие такие международные проекты, как выставки в Лондоне, которых я уже сделал несколько, и сейчас еще следующее будет, это и образовательная часть, это с обмен студентами между арт-школами Лондона, Америки и Москвы, и это стипендии специальные в арт-школах для студентов, вот, ну, еще там целый ряд моментов, вот, музыка тоже является очень важным направлением, потому что делает фондейшн, мой семейный, вот, это прежде всего проекты, где в той или иной степени какой-то угол возникает с русской музыкой или с русскими исполнителями, это Илоновский пилономический оркестр, где Владимир Юровский, который, наверное, знаете, каждый год, по сути, открывает свою программу с обязательностью нескольких вещей, связанных с русской музыкой, да, или Королевская опера, где в следующем году будет ставиться Борис Блюнов, одна из самых главных опер 19 века России, первый раз в много лет, вот, эти, такие проекты я тоже поддерживаю, как фондейшн, и я считаю, что это важно. Ну вот, ну и давайте, перейдем к вопросам, это такие краткие были вступления, давайте начнем вот с чего, Свет, может быть, первый вопрос к вам я задам, да? Скажите, вот сейчас, в чем вы видите, почему именно сейчас актуальна поддержка культурных проектов, связанных с Россией? Есть какое-то отличие вот именно сегодняшнего периода отношению к тому, что, например, было там 10-15 лет назад? Вот в чем эта актуальность, как вы видите? Я кажется, сейчас это особенно. Мне кажется, спасибо. Мне кажется, действительно, сейчас это особенно актуально, и вот, как бы, задумавшись о теме нашей, в нашем разговоре, я даже написала для себя несколько таких причин, почему это актуально. Но одновременно это и оказались аргументы, почему бизнес должен поддерживать сейчас культурные проекты. Ну, на первом месте у меня, например, такая причина. Вы, наверное, заметили, что в государственной российской риторике все чаще приводится цитата из Александра Третьего, что самые надежные друзья, собственно говоря, что в России есть единственные надежные друзья России, это русский флот и русская армия. И на самом деле вот отсюда, из Лондона, наверное, даже понятнее, к чему привел вот этот постулат. Россия вот за последние несколько лет стала одной из самых непопулярных в мире стран. Ну, я бы предложила другой постулат. Мне кажется, самый надежный друг России — это русская культура, которая никогда Россию не подводила. И признание России международное всегда строилось именно на признании ценности русской культуры в мировом контексте. И надеюсь, что вы согласитесь с этим. Вторая причина актуальности сегодняшнего разговора — это то, что, наверное, мы тоже все с этим согласимся, мы видим, что Россия, как государство, недостаточно использует русскую, использует в кавычках, так сказать, русскую культуру для продвижения своего позитивного имиджа в мире. И это очень странно, потому что еще 25 лет назад, в 90-м году, такой известный в мире человек Джозеф Най в Гарварде споммулировал доктрину мягкой силы. То есть это воздействие на мир и достижение политических целей через привлечение симпатии и вовлечение партнеров для достижения своих целей. Россия на этом поле проигрывает, хотя весь мир активно очень использует и язык, и культуру как основные инструменты достижения дипломатических целей. Россия проигрывает, а почему? Мне кажется, здесь одна из причин в том, что, как Дмитрий говорил, до сих пор в России культура как бы принадлежит государству. Государство финансирует культурой, государство управляет культурой. Как вы знаете, в Великобритании давным-давно это уже не так. И если в России прошла в 90-е годы приватизация экономики, приватизация культуры как бы до сих пор не прошла. Мне кажется, это неправильно. И на самом деле очень жаль, что действительно эти отношения по области культуры не перестроены. То есть мы, русские люди и русский бизнес, не востребовали эту культуру как нашу собственную культуру, которая должна принадлежать нам, которая является нашим достоянием, которая должна работать на нас. Мне кажется, это очень важно, чтобы мы все это сделали, и чтобы бизнес в том числе я сделал это, и бизнес видел в культуре большой потенциал для своего развития. И мне кажется, еще одна причина третья – это то, что… Ну, это на самом деле уже не всем известно и всем понятно, то, что культура становится сейчас интегрирована в бизнес, и в экономике, которая построена на инновации и высоких технологиях, культура становится частью развития бизнеса, потому что культура по своей сути инновационна и креативна. И поэтому, мне кажется, единственный способ развивать бизнес – это чревес взаимодействие с миром культуры. Ну, это очень сложно. И это требует увлечения профессионалов, которые работают в мире культуры. Поэтому культура – такая вещь, она как бы самодостаточна. Она очень редко делает шаг навстречу бизнесу. Поэтому, мне кажется, вот наша задача как будущих бизнесменов понимать, что этот шаг должны сделать вы. Но этот шаг, эти инвестиции в культуру, на самом деле, окажутся очень важными и во многом вернутся вам стократно. Давайте тогда перейдем к бизнесу и начнем с того, что завершило Света. Николай, можно к вам вопрос? Вот, очевидно, что бизнес участвует практически в любом культурном проекте, как спонсоры, значит, или иным способом. То есть нету большого культурного муриятия, ни в одной стране, где бы не участвовали какие-то частные спонсоры, или кооперативные, или частные спонсоры. Вот что это? Это филантропия, чисто? Или участие в культуре для бизнеса тоже может быть использовано для каких-то своих целей? То есть и для расширения кубазора, и для расширения... То есть вопрос, что... И как вы восстановили? Это взаимный процесс культуры и бизнеса? Или бизнес рассматривается только как спонсорство и больше ничего? Вот ваше мнение. Я считаю, что это взаимно, и потом это очень сейчас, особенно в последнее время, то, что вы слышали Ленин Диктова, очень довольно сложно, особенно если, как вы здесь учитесь, потом, наверное, кто-то собирается остаться в Лондоне, кто-то, может быть, в других странах, но кто-то будет жить не в России, то, когда ты говоришь, что ты русский, то очень сложно влиться в элиту другой страны, если тебя воспринимают как империю зла. А если ты сам лично образованный, ты знаешь художников, ты знаешь балет, ты ходишь в оперу, ты можешь поддержать диалог на культурном уровне, к тебе абсолютно другое отношение, потому что, особенно в Англии, нангличане считывают культурный код за 30 секунд. Они определяют мнение о человеке буквально, не знаю, им достаточно одной минуты. И вот сколько я не встречал здесь людей там, это работает. Это если брать, что называется, личные, частные интересы. Если брать корпоративные интересы, Светлана правильно сказала, что в Америке, например, где я шил два года, я преподавал там русский язык, там нет министерства культуры, и я не мог самим студентам объяснить, что такое министерство культуры. Они не понимают, что это так вот. Ну, как бы, или министр спорта. Нет министерства спорта. То есть, это действительно, мы живем немножко совсем в другом веке. А что касается корпоративного бизнеса, и инвизит, конечно, это не просто филантропия, это не просто благотворительность, это именно то, что объединяет людей. Условно говоря, культура, это та площадка, условно говоря, там, посмотрите, в Royal Opera House, какое количество спонсоров. Это та площадка, где люди встречаются. И где завязываются связи. Я получил разрешение на стройку только когда мой адвокат понял, что они были в одной клубе с представителем Soclay State. До этого это вообще не было. Я уже не могу было сдвинуть. С мертвой точки проект. Через 15 минут у меня было подписано разрешение. Это, как бы, у них здесь это воспитывается вообще с рождения, да? Ну и, как все это правильно сказано, для нас это важно, потому что на нас влияет экономика, на нас влияет биополитика. И одна из вещей, которым, к счастью, мы можем гордиться, и нам легко найти общий язык, это через культуру. Спасибо. Дима, и вопрос тогда к тебе следующий. Ты упомянул о том проекте, который ты делаешь в Восточной Европе. Например, все в Вене, как хаб Восточной Европы, да? Это тоже, это что такое для тебя этот проект? Это культурные инициативы чистые, да? Это инициативы, связанные с бизнесом. И что здесь идет вперед? Вот, может быть, тоже, как в догонку, Николай, вот как ты видишь, этот проект с бизнес-точки зрения и с культурной точки зрения? Ну, как все в этой жизни происходило, как случайность, которая легла закономерность. Мой интерес к культурам обоснован был тем, что я закончил Московский физико-технический институт, в общем, это в советское время, но и до сих пор сам ведущий технический вуз. Если вы знаете, ЕГЭ в России, значит, на физтехе, так называется, ФТИ, теперь ЕГЭ 94 балла, средний при поступлении, второй в стране. В первое место занимает ВНГИМО, это 94 с половиной. Ну, ВНГИМО нужно сдавать английский, русский, еще что-нибудь ясно. Природа этих оценок, она подвержена, так сказать, коррупции. В то время как на физтехе нужно сдавать физику, математику, наверное, русский язык тоже, так сказать, чуть-чуть. Соответственно, никто не платит за то, чтобы получить высокую оценку по ЕГЭ, по физике или по математике, но, как следствие, самый высокий уровень компетенции. Но при этом низкий конкурс, что интересно. То есть на физтехе два человека на место всего лишь. В отличие как ВСЕЛ у вас, я знаю, человек, наверное, больше пяти, ближе к десяти. Поэтому, имея техническое образование, я, в общем, всегда в гуманитарной части мне не хватал. Поэтому, занявшись бизнесом, и когда я увлекся современным визуальным искусством, я понимал, что мне не хватает не понимания визуального искусства, а такого культурологического взгляда. Поэтому, будучи технологией, я решил, ну, надо разобраться, как работает этот рынок искусства. Он высоко капитализирован, непонятно, почему, что, сколько стоит. Это манипуляция авторитетами и репутациями. Как же это устроено? Я решил разобраться. Для этого я взял курс истории, хотел взять курс истории искусства, но закончил курсом истории культуры. Что, в общем, радикально изменило мой взгляд не только на мой бизнес или на понимание, как работает этот рынок, а, в принципе, на мое мировоззрение. Поэтому, вот, в предыдущие лекторы, здесь аудитория была, ну, наверное, человек в два раза было больше людей. Почему? Очень актуальная тема, тактика. Что же сейчас происходит, как быть, как это будет влиять на вашу судьбу через полгода, через два года. Какой-то многие из вас ищут трудоустройство, как я уже понимаю. Поэтому всех это беспокоит. Значит, сейчас здесь в два раза меньше людей. Культура. Что это такое? Какая-то абстракция, которая не имеет отношения к сегодняшней злобе дня. Но, на самом деле, это правильный выбор для вас. Также и для меня это оказался выбор правильный. Потому что, когда я стал интересоваться, окей, значит, как я могу расширить свои представления о культуре, об институциях, о западной практике, потому что я понимал, что российское институциональное устройство культуры, оно, в общем, в упадке происходит. И появилась возможность приобрести ярмарку современного искусства в Вене. Потому что, ну, люди часто увлекаются искусством как, ну, приобретая галерею. Я решил сразу купить ярмарку. Тогда ты имеешь доступ сразу к ста галереям, к ста странам. А ярмарк, это просто интересно. Это данный вопрос. А ярмарк, не путать с Биеннале, не путать с... Это управляющая компания, да, это управляющая компания, которая организовывает некое коммерческое событие в течение пяти дней. В Вене посвящено, то есть это, там, участники ста галереи из-за пятидесяти стран, которые каждый представляет коммерческие продукты. Искусство художников. художников, не продает. Это такая trading fair. Ну, посвящена культуре, на самом деле, безобразительному. Искусство. Проходит в Вене с... в конце сентября. Так что это такое? Бизнес или... плэш, да? Как говорится, у нас... Во-первых, это красиво. Во-вторых, это полезно. Во-третьих, это настолько расширяет твой кругозор. И способ анализа, то есть те, кто потратит, инвестирует свое время в понимание культуры, все из вас, кто здесь присутствуют, вы выиграете в будущем in the long run. Почему? Потому что в мире все глобально. Компетенции сейчас глобальны. Если сегодня вы сидите в ВСЕУ, и вы думаете, что вы on the safe side, потому что вы получаете образование в одном из лучших вузов Европы, как следствие мира, то через 10 лет это будет уже не так. По причине того, что знания глобальны, информационные технологии через 10 лет изменят мир так, что с индийцами, с китайцами будет невозможно, и с СЕУ будут невозможно конкурировать. Поэтому ваши компетенции, которые вы накопили сейчас, прекрасно, пока вы... 10 лет у вас есть. Вопрос, где будет успех в будущем? Успех в будущем только в инвестиции в смежные области и пересечении компетенций. Вот культура, это как раз та зона, куда очень рекомендую потратить время, усилия и деньги и увеличить свое компонентное преимущество. Спасибо. Я, может быть, сделал один комментарий, и, наверное, нам нужно идти к вопросам. Да, да, да. Буквально время, скоро нас будут здесь набежать отсюда. Ну, вот небольшой комментарий от меня. Ну, в общем, это, наверное, общее место сказать, что культура, ну, язык культуры является, ну, наиболее универсальным языком, которые, между которыми, которые связывают не только разные народы и разные нации, но и, по сути, разные поколения одной нации. Ведь, если подумать, вот что мы знаем, например, о России XIX века, вот когда вас спросят, а что вы знаете о России XIX века, первое, что приходит, мне кажется, в голову, ну, почти, по существу, из вас, это, наверное, говорит слова, там, это будет Пушкин, это будет Достоевский, это, наверное, будет, это будет Третьяковская галерея, которая, наверное, выходили не раз. Это все будет событие, связанное с культурой. Ведь никто не будет помнить, что обсуждали, значит, министры царства правительства, значит, когда шла война в Крыму, например. Там это все уходит. Если посмотреть на то, что сейчас, вот, как у нас происходит, да, вот через 50 лет, никто не будет знать, что там думал Путин, или что он там не думал. Вот сегодня обсуждалось, да, вот, когда Алексей рассказывал, это все забудут люди. Останется только то, что главное. А что останется? Прежде всего, культура. Вот. И все, что создают сейчас, сохранение языка, значит, новые проекты, новые музеи, новые, значит, инициативы, вот и это и останется. А больше ничего. Это первое, значит. Второе. Николай сказал о том, что мы живем в пространстве, ну, в Лондоне, и в Америке, и в других странах, где объективно, значит, мы заинтересованы расширить расширить пространство, где мы живем за счет культуры. Почему? Потому что расширение пространства за счет культуры сужает то место, которое занимает политика предыдущего поколения и будет делать ваше поколение. Но объективно даже направлено быть на то, что сохранять, расширять, и тем самым создавать условия жизни, развития всем, и выпускникам СИЭЛ, и выпускникам других институтов, чтобы Россия оказалась после всего, что, может быть, было, и еще будет какое-то количество лет, чтобы это была страна, которая, на самом деле, тоже что-то несет в общую копилку международных наций. Вот. И опять-таки, с точки зрения всего, что есть, это, получается, только культура. Ну и спорт, но спорт — это отдельная тема, я не буду говорить. Вот примерный комментарий с моей точки зрения. Если мы хотели перейти к вопросам, буквально несколько минут, и давайте, пожалуйста, с удовольствием ответим на вопросы, которые есть. Спасибо большое всем участникам нашей панели, и, пожалуйста, предоставляю слово залу. Вопросы. Два человека. Спасибо большое. Меня Юрий зовут. Я был вопрос, наверное, в основном в Светлане адресе, потому что больше, чисто культуру без бизнеса. Ну, я думаю, если спикером будет тема интересная ответить, то... У меня вопрос такой, и вот после советского периода, по крайней мере, мое личное мнение сложилось, что культуру мы, в принципе, импортируем в России, если говорить про Россию, потому что не на чем основываться, и даже если сравнивать с 19 веком, там тоже, там была интеграция больше с Францией, например, многие утверждают, что Французский был первый язык, Пушкин. Но в то же время сейчас у нас есть эта национальная идея России, по крайней мере, на политическом уровне, которая говорит, надо производить русское искусство. Но во всем мире, особенно современное, движется к монокультуре. То есть в бизнесе, в науке, это понятно, вот какие-то параметры, какие-то показатели, как Евгений Чеваркин говорил, в науке тоже. А в культуре мы должны, каждый спикер говорил именно про русскую культуру, но вот мне хотелось бы создать вопрос, должно ли общество стимулировать именно русскую культуру, или просто интегрироваться в монокультуру, и если это сделал человек из России, или человек, родившийся в России, то и хорошо. Или что-то мы должны на национальном уровне тоже поддерживать. Спасибо. Мне кажется, мы должны не только поддерживать нашу культуру, сколько наших художников, писателей и так далее. Вот на этом уровне мы должны поддерживать нашу национальную культуру. А культура, вообще, конечно, универсальная, как Игорь сказал, она ломает барьеры и границы, что у нас будет контакты между людьми. И культура всегда способна, поэтому устанавливать ей какие-то такие рамки, вот сюда ходить, сюда не ходить, мне кажется, это не продуктивно, это контрпродуктивно для самой культуры. Ну и ответил ли я на вопрос? Может быть, я скажу еще буквально два слова на ваш вопрос. То, что вы сказали, наверное, правильно сформулировать было так. Есть ли традиции национальные, которые требуют какого-то особого отношения со стороны правительства, Министерства культуры, то есть это именно, есть ли какие-то уникальные ценности, значит, которые вот нужно защищать на культурном пространстве. Вот об этом же говорит Министер культуры, там и вот все, что вы сказали, да? Да. Это вот одна сторона вопроса. Это на самом деле к культуре как таковое отношение не имеет. Это скорее имеет отношение к через культуру делать свои какие-то политические цели, преследовать, значит, и, ну и просто воплощать политику там государства, как она сейчас сформулирована, через культуру. Вот чем занимается Министерство культуры. Это не поддержка русской культуры. Это совершенно такое, ну то же самое дело и было в СССР, когда, когда использовались определенные, значит, определенные, ну, по сути, указания, если хотите, значит, они были реализованы через разные постановления. Это была просто политика государства власти культуры. А русская культура, она гораздо шире, и она к этому отношению сейчас не имеет никакого. И мне кажется, я действительно совершенно согласна с Эдерем. И мне кажется, что это вот такой вот пережиток как бы советского доминирования власти культуры. Причем, скорее, мы культуру заберем в наше государство, скорее, мы сами будем ее финансировать, поддерживать, развивать. И у нас много, мы все разные. Естественно, мы будем развивать совершенно в разных, в разных направлениях. И мне кажется, это гораздо более здоровая ситуация, более продуктивная и правильная. Но я еще хотела бы сказать, что мне кажется, как раз тот факт, что здесь, как Дмитрий сказал, половина слушателей осталась, половина аудитории осталась. Мне кажется, на мой взгляд, может быть ошибаться, это отчасти свидетельство того, что люди не вовлеченные к теме культуры, они немножко расторонятся и боятся культуры, и не понимают, как можно начать с ней взаимодействовать. А на самом деле это очень просто. Можно только сделать первый шаг. Но вот какие-то простые такие вещи, я знаю, что в Великобритании широко практикуется, например, пригласить креативного продюсера в совет директоров чисто бизнес-корборации. Или наоборот, каждый из вас может предложить свое участие, свой совет в образе развития какого-то культурного проекта. В общем, важно начать взаимодействовать с этим миром. Не обязательно как Дмитрий закончить целый курс твоей истории культуры. Можно начать взаимодействовать. Да, вот по просьбе Соны у нас Перископ, видимо, будет вопросами. Я не очень разбираюсь, но мне стремится, как и вы на русско-вет научно встретить искусственную группу. И вот как у них нет возможности приехать за границу, потому что их, допустим, диплом в каком-нибудь архитекте, если они архитекторы или в Сурикловском учителе, он не будет котироваться, ну, мало ли будет котироваться, правильно? И у них не будет возможности потом действительно какой-то фазы сделать, если они не делали стажировку в Маракборне в Италии или где-то в Ботанице и так далее. Вот как дальше дать нашим молодым художникам возможность получить хорошее образование именно в России, чтобы они могли в этом развиваться? Мне кажется, это вопрос к Ивановичу, который поддерживает образование в своем уровне. Ну, это такой же вопрос, который относится к студентам. Кто-то учится в УСЕЛ, кто-то учится в физтехе, кто-то учится в других местах. Это выбор уже студента, где ему учиться. То, что я знаю, то, что учатся в... То, что преподают в арт-школах в Америке и в Лондоне принципиально отличаются от того, что преподают в арт-школах в Москве или в Петербурге. Просто принципиально отличаются. Это совершенно разные вещи. И они не меняются пока. И поэтому мои знакомые, скажем, художники, которые сами преподают и говорят, что с точки зрения мастерства, скажем, первые два курса очень важно, там, как руку ставят. Очень хорошая школа в России и остались, технические. Все остальное нужно сразу уезжать, кстати, делать карьеру здесь, учиться. А здесь какой бы то есть. Понятно, что нужно для этого финансирование, но даже программа по поддержке студентов, она только только началась, мне кажется, в России по стране Нового года, тоже очень маленькая. В Казахстане они гораздо больше делали с точки зрения поддержки стипендиатов, которые посылают учиться. И я даже думаю, что если программа будет расширяться, то те студенты, которые хотят заниматься искусством в арт-школах, они там будут занимать какой-то совсем низкий приоритет иметь в этих программах и вряд ли можно рассчитывать на государственную поддержку. я не вижу пока ничего, что происходит в этой сфере. Все время есть фонды, есть разные фонды, которые дают финансирование на такие программы, но, конечно, это очень маленькая часть того, что было бы нужно для того, чтобы... Но, тем не менее, в Голдсмите есть несколько русских студентов, кстати, они... довольно дорогое обучение, там в арт-школе дороже, чем здесь даже. Они там учатся и как-то нашли деньги и хотят делать художественную карьеру здесь. Вот так. То есть выборы для кого-то приезжают в коллекции? Но выборы всегда есть. Почему эти выборы? Я бы добавлю несколько слов о своем личном опыте, поскольку мое образование не бизнес было. Я учился такой, как я здесь, великий лингвистик, Далия Александровна Китайгородская. У нее был свой факультет, международный у меня же все эти в Москве. И мы... У меня в ГДП написано специалист по межкультурной коммуникации. Как нас три слова не представляете. Потому что а кем мы будем? Я выпускаюсь, что я всем в 20 лет нужно пойти на работу. Кем я буду? И мы ходили и говорили а кем мы будем? Она говорит, не важно ли это быть образованным людьми. Она говорит, останьте, а кем вы хотите. Ну и в итоге я два года преподавал русский язык в Америке, потом я стал журналистом, я стал экспертом по История, культура, историю искусства и прочее мне помогло намного больше. Выбора у меня не было, поскольку геометрия у меня была двойка железная. Тем не менее, мне это дало возможность выжить и получать различные работы. Я просто хотел немножко обнадюровать. Да, я хочу тоже обнадюровать, потому что сейчас так много вообще курсов интернет будет всевозможным, то есть у меня на культура искусств будет всевозможным, что вот это вот ощущение безысходности, оно не должно быть. Много каналов. Спасибо большое участникам вам, или за интереснейшую дискуссию. Думаю, зал поблагодарит всех участников. Сувенирные зонты с логотипом нашего университета. Спасибо большое. Для нас новый формат, я думаю, провели у всех.